Реальность и параллельная реальность, как они в вашем сознании соотносятся? Нормально соотносится. Как одна перетекает в другую? Какие там корреляции у вас? У меня, так как я, если говорить о творчестве, там в основном мир фантазии у меня присутствует, то я этот мир фантазии выплескиваю на холст, потом это выкладываю в интернет, вот он уже в реальности. И люди его видят в реальности, потом у людей начинается, включается фантазия, и уже этот вот параллельный мир зайдет уже немножко по второму кругу. Ну, то есть получается их отделить нельзя? Ну, это такой философский вопрос, на самом деле. Ну, не знаю. А вы рисуете, что подрефлексирует реальность? Принять ее или как вообще это происходит? Ну, я думаю, что это скорее связано с каким-то внутренней потребностью просто вообще рисовать. Но вы же не просто рисуете что-то абстрактное, вы же что-то конкретное рисуете все-таки. Ну, это никак не реакция на происходящее вокруг. Это просто вот... Ну, может, она реакция просто из подсознания? Возможно, да, это какая-то подсознательная такая штука, но как сон, например, да, то есть когда человек о чем-то думает, там в течение дня, потом он ложится спать, и ему это во сне повторяется, ну, в какой-то такой вот форме. Трансформированное. Да, но во всяком случае это неосознанно делается, то есть это не специально вот что-то там случилось, что-то происходит, я как бы... То есть мотивация творчества, она идет не снаружи, а изнутри все-таки, потому что, мне кажется, это лукавство, когда говорят человеку, ну вот, происходит какая-то экологическая какая-то проблема, или проблема неравенства полов, там еще что-то. И вот художник этим самым очень сильно... Или там война, например, какая-нибудь где-то там, особенно война где-то там. И вот это художник очень сильно задело, и художник создал там какой-то перформанс, например, чтобы, так сказать, привлечь внимание к проблеме. Но мне кажется, что все-таки идет изначально у любого творческого человека вот это желание что-нибудь натворить, что-нибудь нарисовать, там спеть и так далее. А уже потом это можно подогнать под какое-нибудь то или иное событие. Ну, я всегда старался избегать вот этой актуальности, хотя вроде, казалось бы, даже вот всякие там режиссеры говорят, что там спектакль должен быть, ну, иметь актуальность какую-то. Но я стараюсь этого избегать, потому что все-таки у меня изобразительное искусство, если это можно, конечно, назвать искусством. Конечно. Оно такое, скажем так, монументальное, да, то есть оно застывшее. И оно должно быть, ну, грубо говоря, если я сейчас буду рисовать о том, что происходит сейчас, то эта картина, она будет неинтересна, она будет неинтересна через неделю. Не то, что там она через год будет неинтересна. А мне все-таки хотелось бы, чтобы она вот была интересна 10 лет назад и интересно будет 10 лет спустя. Поэтому стараюсь избегать этой вот, всей этой актуальной темы, потому что это заигрывание с публикой. То есть это очень легко, особенно в наш политизированный век. Я сейчас вот я возьму и буду рисовать там, ну, например, там Путина нарисую на картине, кого там. У вас есть Путина. Дональда Трампа, Навального, ну, вот это все. Как бы вот всех их нарисую на одной картине. Выложу это в интернет. Она мгновенно разлетится по всем соцсетям. Она будет все его перепустивать. У-у-у-у. Ну, потом и пропадет, и все про это забудут. Это вот такая мгновенная популярность, она всегда, она мне кажется, очень неправильная. То есть это, либо это им надо работать постоянно, как вот работает карикатурист в газете, например. Вот он каждый раз из номера в номер делает какой-то рисунок, какую-то калькатурную, какую-то там тему, которая вот актуальна в этот момент. Это прекрасно, но это должен быть непрекращаемая серия. Вот. В моем случае я все-таки стараюсь делать не спеша. Поэтому за актуальностью гнаться нет смысла. А как часто вы рисуете? Ну, я каждый день. Либо я рисую что-то, либо если у меня нет вдохновения что-то нарисовать, я делаю какие-то технические вещи. Там лаком картину покрываю, там еще что-то. Ну, то есть вот в конце концов кисточки мою. То есть я в том смысле, что я в мастерской каждый день практически пребываю. Ну, если там какие-то дела, там куда-то уезжаю, там еще что-то. Ну, так стараюсь с утра до вечера. Вы говорите, что изнутри идет. А есть ли осенило? Есть ли сверху? Ну, это возможно. Это, я имею в виду, что не идет из-за того, в смысле, посмотрел там телевизор и вот побежал к этому. Осенило, да, возможно, художник, он даже не является автором. Он просто вот как проводник, как антенна из какого-то космического информационного центра. Вот он просто через него, грубо говоря, Господь Бог разговаривает через писателя со зрителем. Правда? Вот такой же может быть? Наверное. Вот. Так же и здесь. Возможно, это какие-то космические лучи мне ударяют в голову, и я рисую. А что я рисую, я понятия не имею. А если бы вы фильм снимали, то о чем бы он был? Я бы какой-нибудь снимал кинокомедию. Не знаю, фильм снимать сложно очень. Сложно. О чем угодно можно снимать, собственно говоря. Ну, наверное, это было бы что-то не страшное. А для вас фантазии, они вообще интереснее, чем реальность? Это эскапизм такой, уходить в мир фантазии? Ну, это, я бы не сказал, что это уход. Это скорее такое естественное состояние. То есть это, видимо, с детства какой-то фантазер был. То есть вы параллельно в двух сосуществуете и нормально вам? Ну, я не могу сказать, что это шизофреник такой, что прям вот это. Но, ну да, мир фантазии, он всегда. Сейчас, конечно, вот с возрастом я заметил, что фантазия менее богата, чем у ребенка. Я вообще смотрю на своего ребенка, который до сих пор, вот не до сих пор, а который, я вижу себя вот в том возрасте, у него тоже там куча воображаемых друзей, каких-то событий, что-то с ним происходит. Я, у меня, например, были там пираты, там еще что-то. Вот я прям себя на пиратском корабле. Мне там нравилось, мне было хорошо. Потом мне очень нравилось, ну, мне вообще какая-то военно-историческая тематика всегда нравилась там. Я, ну, древний Рим, древняя Греция, средние века, вот эти все эти войны какие-то. Ну, как любому мальчику, там, рыцари какие-то, всадники и так далее. То есть наполеоновская война, северная война. Это было всегда интересно. А рисуете вы бабушек и котиком цвету? Ну, батальные сцены рисовать, Копейкин рисует батальные сцены. У нее там драка между снеговиками там. Художный мир жестко поделен, на самом деле. Вот есть там белорусская художница Ника Сандерсова, у нее панды и лисички. И не дай бог на чужую территорию зайти. Да, 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 то есть как бы у нас все... Образов тоже мало. Батальные сцены, Копейкин, у меня сцены в основном бытовые какие-то, глубочные те же самые. Комиксы вы любите? Это примерно близко, на самом деле, к «Лубку». Нет, нет, комиксы не люблю. Но у меня не совсем комиксы-то. У меня, смотрите... Ну, вот сериалы вполне. Ну, в принципе, да. Но это... Ну, можно так. Но это не комиксы в классическом виде. Вот скорее вот к «Лубку» это ближе, гораздо ближе к «Лубку». Или к плакату. К советскому. К советскому. Ну, не только к советскому, но в таком. О, кстати, «Лубочные» картинки, они используются для того, чтобы... Для агитации. То есть «Великая французская революция». Да, да, да. А вы за что агитируете? Я ни за что не агитирую. Просто в данном случае картинки вот у меня... Это как вот картинка на ярмарке, которая продается. Там веселая картинка с какой-нибудь веселой надписью. Чисто купил, повесил на стену. Сидишь, кайфуешь. Вы стали известны всей стране практически благодаря интернету. А чем интернет стал для вас? Ну, средства коммуникации, в первую очередь, конечно. Средства донесения информации до широкой аудитории. То есть большим таким, с большой зрительным залом, сценной. Вот. Ну и средством как бы общения. А в каком году у вас появился первый блок? И вообще, как трансформировалось ваше отношение к интернету? Ну, первое, как у всех, наверное. Сейчас даже вот наблюдаешь людей, которые вот только вот... Сразу видно человека, который только вот до интернета дорвался. Хотя их уже практически не осталось. Но иногда такие встречаются персонажи. Сразу начинается какая-то... Ну, какая-то даже не агрессия, но какая-то вот такая... Кажется, что человек попал на свободу. Сейчас я какую-нибудь наговорю вам всем всю правду матку. Вот. Наконец-то мне дали возможность высказаться. Потом понимаешь, что это, в общем-то, совершенно глупое занятие. Ну, это вот... Смотришь иногда по комментариям. Особенно, если это комментарии где-нибудь на Ютубе. Или комментарии на каких-нибудь... Ну, в каких-нибудь СМИ. Типа того же «Эхо Москвы», например. Или там газета «Завтра», где есть интернет-портал. И там какой-нибудь блог. И там к нему это... Ой, там что пишут люди. Вообще ужас. А вы как относитесь, когда вам какие-нибудь гадости пишут? Ну, я иногда расстраиваюсь. Потому что, как правило, они... Ну, какие-то необоснованные. То есть у человека что-то там в голове свое, да? И он это свое... То, что у него, проецирует на меня и на это же обижается. А у вас есть зависимость от лайков? Ну, не знаю. Наверное, да. То есть приятненько. Конечно. Ну, я по знаку Зодиака Лев, я люблю, когда меня хвалят. Приятно, когда людям нравится картина. Конечно, это доставляет удовольствие. Чем больше она людям понравилась, тем мне от этого приятнее. Ну, в этом нет ничего такого особенного, мне кажется. Любой творческий человек, ему нравится, что у него и зритель, и этому зрителю нравится его творчество. Это воодушевляет, это помогает, как-то хочет делать еще что-то. Дорогие друзья, ну, во-первых, хочу пожелать вам, чтобы у вас был... Никто не болел из вас, чтобы вы не ссорились с своими родными и близкими, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы у вас были силы для того, чтобы работать, учиться, ну, и чтобы было все у вас весело, хорошо, прекрасно. И не было какого-то напряга у вас в жизни. И, а если вы будете стараться хорошо учиться и хорошо работать, у вас все будет нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok